В Омском СИЗО готовятся к выборам президента. Как показывает опыт последних лет, электорат здесь проверенный. Явка составляет 100%. Голосовать могут только те заключенные, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу. Сейчас таких граждан в тюремном замке насчитывается 560 человек. Среди арестантов есть и такие, которые смогут проголосовать уже на воле. Так Геннадий Данилов освобождается 5 марта. Молодой человек отбыл в СИЗО один год и один месяц. Его посадили за хранение наркотиков. Дома ждет семья, девушка, работа и планы на новую жизнь. Геннадию можно не объяснять, зачем нужно ходить на выборы. Сейчас я решен свободу и у меня нет права голосовать. Когда я освобождаюсь, я обязательно проголосую. Несу свой небольшой вклад. Это будет решено будущим детям. Это будет мой небольшой вклад. И тем самым я помогу будущему. Чтобы воспользоваться своим конституционным правом, арестантам достаточно быть гражданином России и иметь паспорт. Администрация СИЗО подготовит списки для голосования. Как только определятся все кандидаты на пост президента, в тюрьме начнется агитация. В прогулочном дворике на стенде разместят листовки с информацией о каждом претенденте. В камеры доставляют свежие газеты. Для тех, кто не умеет читать, про выборы и кандидатов расскажут по внутреннему радио. Явка получается 100%. Каждый отдает свой голос. И с каждым годом уменьшается количество лиц, которые портят свои бюллетни. А именно реально принимают решения. То есть люди подходят более ответственно, понимая о тех проблемах, которые существуют. И что они реально решают вопросы не только своих, но и своих близких, родных, государств. Люди наши, русские, даже находясь в местах заключения по стражу, всегда реализуют свое право. Для заключенных день выборов на самом деле становится праздником. Это возможность лишний раз пройти по коридору и увидеть вольных людей. На голосование будут выводить по камерам и не более 10 арестантов за один раз. Таковы требования безопасности. На этих выборах в СИЗО будет голосовать и ВИП-арестант Вадим Меренков. Бывший министр имущественных отношений обвиняется в коррупции при продаже земельных участков. По версии следствия, Меренков причинил бюджету ущерб в 200 миллионов рублей. Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Так что выборы 2024 года он может пропустить. Всего же в России сейчас отбывают наказание 700 тысяч граждан. Они не могут выбирать. В правительство страны внесен проект по предоставлению заключенным права голосовать, но решение по нему пока еще не принято. Как показывает практика, люди подневольные, надежный электорат. По данным омских СМИ, в 2012 году в СИЗО за претендента номер один проголосовало 99% арестантов. До свидания, праздник начальник. Продолжение следует...